Всем привет! Мои хорошие, начинаю новый влог. Забрали кое-какие покупки с Валбер, сейчас покажу. Это любимый оттеночный бальзам из шампуна уже в объеме палитру, девчонки, потому что так выгоднее. Шампунь еще не пробовала, хотя девочки жаловались, что сушит. Попробую, напишу. Все дома распакую, покажу. Я взяла еще под пяточники, потому что болит одна пятка. Не знаю, шпора, не шпора. В общем, надо заниматься лечением. Тоже дома распакую, все покажу. Эй, ты куда, звезда? Мы идем в магазин, готовимся к дню рождения Грис. Завтра будем отмечать наш шашлычок. Если получится, возьму вас с собой. Да. Скажи привет девочкам. Все время забываю это название. Это концепт. Вот сегодня я им оттонировалась. Оттеночным бальзамом последний все долила. И вот пришли сейчас литровые объемы. Шампунь в каком-то другом оттенке. Они почему-то так миксом набора продаются. 1200-1300, что ли, на Валберис. На зоне сейчас дороже. Набор по литру. Короче, мне на полгода точно хватит. Ну, восторг, потому что и ламинирует волосики, сглаживает, ухаживает за ними. И оттенок красивый. Поэтому решила остановиться на этих средствах и порежу, красить волосы. Решки хаберлик. Вот так выглядят подпяточники. И они с клеевой, кстати, основой. А здесь вот так отдирается пленочка. Я их буду в ботинки свои лепить. И они приклеиваются, что здорово. Потому что я когда смотрела, выбирала, некоторые не клеились, а просто вкладывались. И как бы были отзывы, что это не очень удобно. А здесь прям такие они массажные. В общем, буду ходить. Расскажу вам потом, у кого есть такие же проблемы. Пишите, как вы боретесь. Еще лайфхак один. Смотрите, я такая сейчас клею и думаю, что мне для каждых тапок летних, для каждой обуви покупать такие. Потом, знаете, что решила сделать? Приклейте их к стельке. То есть к стельке приклеила, да, все, которое в обуви. И потом я просто эту стельку буду переставлять в различные тапки. Все гениальное. Просто в тапки, в кеды, в кроссовки, в ботинки и так далее. Вот они шампунь и бальзам. Они литровые, они огромные. И смотрите, у нас здесь с вами шампунь серебристый для нейтрализации желтизны, да? А бальзам забрала Кристюша. На, большой тебе вот тоже. А бальзам арктический блонд. Мне захотелось его попробовать. А он уже у нас с вами, видите, такой розовенький. Какого он сам цвета, непонятно. У бальзама, кстати, крышка прозрачная. Кристюш, не убейся. А он такой, видите, с розовимкой. Захотелось попробовать вот именно такой оттеночек. Посмотрим, что выйдет. Такой интересный. Надо какие-нибудь сюда напомнику придумать. Посмотреть, фаберликовский муж подходит, где-то лежали. В общем, здесь литр. И хватит его явно надолго. А шампунь, он, наверное, сиреневый. Если я не ошибаюсь. Некоторые девочки писали, что шампунь сушит. Слушайте, я не вижу. Да, он такой сиреневатый. Вот проверим. Проверим, посмотрим. Тоже надо сюда какую-нибудь помпу придумать, потому что так наливать будет неудобно. За 1300 чем-то я взяла на Велберес. Сейчас посмотрела ради интереса. 1600 уже стоит. Надо мониторить. Вот таким набором бывает. То на Озон дешевле, то на Велберес. Ну что, девчонки, вот какой цвет получился после тонировки арктическим. Мне нравится. Он, знаете, такой что ли более теплый, более благородный. Вот тут он, не знаю, иногда при каком-то пепельном, я имею в виду оттенок, мог отливать зеленцой. Ну, не зеленцой, но такой прям вот холодно-серый. А здесь он теплый. Он тоже серенький, но с таким вот, знаете, уже сиреневым, чуть розовеньким потоном. Но я держала долго. Камера опять вам врет, я посветлее. Вот, на солнышке как. В целом мне понравилось. Мне понравилось, и может быть даже больше, чем пепельный. Не знаю, буду ходить. Смотрите, отлив красивый, красивый, благородный. Нейтрализует желтизну, ну ура. Да, шампунь, кстати, действительно очень сильно спутывает волосы прям. Но промывает зато до скрипа. И потом уже сам бальзамчик оттеночный, он их очень хорошо восстанавливает. Они прям шелковые, гладенькие после него. В этом плане все отлично. Да, буду дальше смотреть, как ведет себя шампунь. Но оттеночек мне нравится. Я тонируюсь через раз. То есть, вот я сегодня протонировалась, еще и 20 минут подержала. В следующий раз я просто буду мыть голову не этими средствами, а каким-то другим шампунем. Потом через раз опять буду тонироваться. Но уже не 20 минут держать, а тихонечко. По 20 минут держу я где-то через 3-4 раза вот так. Чтобы тонировочка как следует схватилась и получше подержалась. Ну, прям как краска, как покрасилась. Сильная тонировка у концепта, на самом деле, очень сильная. Мне нравится. Купила в пятерочке вот такой пятновыводитель, девчонки. Типа японский, наверное. Первый раз. Карандаш и пятновыводитель для детского белья. Хочу попробовать. Давайте почитаем, что он из себя вообще представляет. Нанести средства на пятно, подождать 10-15 минут, затем промыть водой. Состав масла полыни. Интересный состав такой, где сдать будет выводить. У даже артикул есть, у средства сделаны в Китае. Китай. Даже по артикулу, представляете. Вот так вот. Кто пробовал, напишите, как вам. Сейчас будем на дуванчиках, наверное, тестировать. Так, вот так он выглядит. Интересная штука. Такой наконечник. Давайте пробовать, как он вообще обрабатывает. Тут он сухой совсем. Совсем сухой. Вот просто сухой. Течет что-то, где-то не пойму. Девчонки, нажимать надо. Вот так нажимаешь, он щелкает. Уходит туда и выходит. О, намокло, да, пятно котёк? Мне девчонки писали про дуванчики лайфхак. Нашатырь и перекись водорода. Но у меня нашатыря нет, я всё время забываю в аптеке купить. Как прохожу мимо аптеки, помню, что что-то надо. А что? Непонятно. Запах практически никакого не имеет. То есть, химозой никакой не пахнет. Ну, сейчас попробуем. Растворит дуванчик или нет? А вот этот нет, это тоже дуванчик. Надо на каких-нибудь других пятнах ещё потестировать, посмотреть. Ну, в общем, вот так вот на 15 минут оставляю, посмотрим. Ну, что-то ничего не произошло. Будем закидывать в стирку, посмотрим. Споласкивать я не хочу руками. Если стирки тоже не отстиралась. Короче, хрень очередная. Сгоняли сегодня в фикс-прайс. Наконец-то дошли, давно там не была. Чего-то ничего путного, девчонки, нет. Но всё-таки накупили. Сейчас покажу. Супер Фаберлик. Купили вот такую ракетку. Ксюшка взяла себе и её подружка взяла. Они, по-моему, по 140, ой, 249 рублей. Или чуть даже подороже. Какие-то цены сейчас в фикс-прайсе небюджетные. Это такие крепкие ракетки. Здесь был фиксатор. Не знаю, куда она её делала от вибраций такой резиновой. Она была в упаковке. Одна ракетка, вот почти 300 рублей, да. И взяли к ним вот такие мячики, уже грязные. Потому что на улице играли. Два мячика в наборе 149 рублей. Один у нас, один у подружки тоже. Они играют. Играли долго. Сегодня понравилось. Лето. Игры должны быть активными. Купили ещё мыльные пузыри. Но их уже почти все выдали. Они у нас, по-моему, в коляске остались. Мои любимые спонжи, которыми я смываю различные маски. Теперь в розовом формате. Прям бьюти, милая тематика. Я их обожаю. Я сейчас чек в конце покажу. Кому интересно, посмотрите. Так, готов. По-моему, поесть купили. И девчонки сегодня советовали от комариных укусов. Заживи. Взяла. Вы представляете, он так стоит там, по-моему, 55 рублей. А на озоне самый дешёвый 260. Один в один. От укусов комаров. Буду пробовать. Так, дальше. А вот такой вот скраб тоже за копейки. Девчонки, для тела смотрите, какая банка. И какой он густой. Сахарный, наверное. Он очень густой. Вот так выглядит скрапинка. Их там много разных. Я взяла подтягивающий. Вот такой интересный. Так. А, солевой нет, на соли. Ну ладно, пусть тоже хорошо. Сахарный, наверное, дороже. Соль подешевле мелкая. Запакован он, интересно. Сейчас попробую. Посмотрите, не запакован, но пахнет манго. Или тут у нас папайя что-то такое. Маракуй папайя пахнет шикарно. Вообще шикарно. Ой, какой обалденный аромат. Он с химозой, конечно. За такие деньги другого ожидать не приходится. Но зато его много, он густой. Скраб он и в Африке скраб, как говорится. Так, дальше что у нас? Дальше у нас с вами вот такая вот штучка. Вместе потестируем. Уптан для лица. Матирование, очищение взяла. Их там тоже несколько разных. Сайдо давно не брала. Сайдо 100% натуральный. Кофеин, экстракт апельсина, облепих, голубоглина, рисуем мука. Такой интересный. Так. И кондиционер. Кондиционер тоже за копейки. Здесь литр 25. Я такой, мне кажется, никогда не брала. Даже раньше интересно аромат понюхать. Сейчас открою. Ну ничего, ничего так цветочками пахнет. Аромат причем в нос не бьет. Достаточно деликатный. Такой нежненький. Состав кому интересно. Ну, конечно, с Фаберлик не сравнить. Вот он, состав. Ничего особенно такого здесь нет. Вот он, расход. Это ручная стирка машинная. 75-100 мл на 4,5 кг. Получается здесь, грубо говоря, на 12-15 стирок. Посмотрим, как смягчать будет. Что такое Уптан? Уптан это аювердический порошок на основе натуральных компонентов. Глины, в первую очередь, потому что предназначен для очищения мягкого перемолотых трав, орехов. В общем, должен быть хороший состав. У нас здесь с вами состав написан очень мелко. Но есть перевод. Мука овсяная, мука рисовая, белая глина. Я вам по порядку называю. Кукурузный крахмал, голубая глина, крахмал, тапиоки, кофеин, экстракт апельсина, экстракт облепихи. Состав, прям, девчоночки, на Уптан за приличную сумму денег. Я вам, кстати, чек не показала. Покажу. Так, вот. Небольшое количество маски размешать с теплой водой. Можно с молоком. До консистенции сметаны. Нанести тонким слоем на лицо. В качестве умывания слегка помассировать, смыть водой. В качестве маски оставить на 5-10 минут, смыть водой. Продолжить привычный уход. То есть, изначально уменьшает воспаление, устраняет жирный блеск, нормализует работу сальных желез, стимулирует обновление. Клетка улучшает состояние кожи. Такая вот банка внутри. С вот этой вот мукой. Так. Сыпется всё. Открываешь и всё сыпется прям. Не пожирели продукта, навалили до краёв. Пока не чувствую никакого запаха. Где мы с вами будем всё это дело разводить? Нам нужна с вами тара. И по-хорошему, конечно, кисть. Кисть для нанесения масок. Если я её найду, значит мы нанесём ей. А я её не нашла, поэтому её заиграла где-то крестюшка. Будем носить руками. Взяла колпачок от пенки. Там мы будем разводить. Для начала нам с вами нужно очистить кожу. Привычным нам способом. Для этого мы будем использовать с вами мицеллярочку. Гиалуронку, которую я очень люблю. И потом ещё сверху умоемся. Гринкармей. Гелем для умывания. Поехали. Всё, лицо очищено. Я налила в колпачок тёплой водички немного. И начинаем насыпать, что тоже не очень удобно, потому что всё валится. Алхимики, блин. Перемешиваем. Нам нужно до консистенции сметаны. Мне кажется, я воды налила много. Хотя нет, если как масочку на всё лицо, то здесь такой расход приличный будет. Консистенция сметанки. Ну, чтобы наносить было удобно. Вообще кисть, конечно, нужна, девчонки. Потому что рукой молоком пахнет мне почему-то. Не знаю, почему не спрашиваете. Каким-то молочком. Смесью, что ли, Крестюшкиной. Чем-то таким. Никаких парфюмерных отдушек я здесь не чувствую. То есть они в составе не заявлены. У нас здесь с вами натурпродукт. Натурпродукт сколько вскрытым хранится? Ну-ка, отвечайте быстро. Шесть месяцев. Во, всё нормально. Кашется такая. Даже средней густоты бы, я сказала, сметану. Сейчас кисточкой для волос и нанесу. Нет, это будет очень жестоко. Это будет очень жестоко. Я даже не знаю, ватный диск тоже смысла не имеет брать. Здесь нет никаких угловатых, естественно. Частичек всё более-менее растворяется. Но, тем не менее, это как кашется больше. Да, хотя я вот в тёплой водичке растворяю. Как кашка. Как детская кашка, девчонки. И консистенция, и запах. Только, мне кажется, даже детские кашки химозней пахнут. Тут прям такой состав, хоть ложкой ешь. Я навеки наношу. Я люблю. Лампа хотела от нас сбежать. Но мы не позволим. Такая вот, видите, кашется. Крупинки есть, но они не шероховатые. То есть, они никакого дискомфорта. Ни при нанесении, ни если вы будете просто не как маску, а как умывалку использовать, не доставят. Абсолютно. Такая вот, прикольная штука. Ну, если тут белая глина, конечно, навеки я зря нанесла. Ну, ладно, очистимся. Если тут белая глина, то будет застывать в корку. Сейчас проверим. Кто брал, девчонки, Уптан от Сэйдо, обязательно прокомментируйте. Как вам эта штука? А кто брал какие-то другие Уптан, других производителей, тоже напишите, пожалуйста. Будет очень интересно и от тем пообщаться. Потому что в моей жизни именно Уптан это первый. Мне кажется, вообще это не бюджетное удовольствие. Обычно вообще у нас натуральная косметика стоит как-то дорого. Так. Это у нас с вами родом из Индии. Айювердические всякие такие средства. С новомодными названиями. Да? Прямо так толстым слоем. Осталось еще много-много развела. Не, надолго хватит. Потому что порошка ушло, смотрите, сколько. Это, я считаю, на два раза развела. Ну, баночки еще раз на 10 точно хватит. Прямо хоть губы замазывай, слышите. Мне вообще не пахнет. Как молочной детской кашкой такой смесью. Без всяких примесей. Плотненьким слоем у меня прям получается. Не обфарш мачиться бы. Красота страшная. Сила, вы со мной согласны? Так. Девчонки, давайте еще с пользой для меня и вас под этим роликом напишем самые любимые продукты. Ну, три. Три самых любимых продукта из Фикс. Потому что ты сегодня зашла и растерялась. Чего там брать? Ну, у нас Фикс еще такой паршивый. Вот. Ну, выбор маленький. Магазин маленький. Все натыканное, все однотипное. Вот смотришь даже обзор у кого-нибудь. Сейчас уже не смотрю. Я раньше смотрела. Новинки, новинки, новинки. К нам заходишь, ничего нет. Какая-то гадость. А может быть я просто тоже что-то пропускаю. И вы пропускаете. Мне кажется, девочкам всем будет интересно почитать комментарии. Три своих самых любимых продукта из Фикса. Пишите, будем обсуждать. Вот нанесла, в общем-то. Все это дело не течет, застывает. Но не разводите жидко. Потому что если будете делать маску, не надо. Если умывалку, можно в принципе пожиже. Пока все это дело у меня на лице, я в душ сгоняю со скрабом для тела. Подтягивающим. И расскажу. Слушайте, ну скраб прям вау. Прям вау и вау. Почему? Сейчас объясню. Для начала отличие скраба соляного от сахарного. В сахарном, как правило, частички покрупнее. Это раз. И имейте в виду, если у вас есть какие-то ранки на теле, если вы побрились или сделали в этот день депиляцию, вам будет щипать. Я это уже давно на собственном опыте убедилась. И сегодня в том числе. Потому что я сегодня делала депиляцию депилятором. И вот ноги мне щипало. Терпимо. И до сих пор вот вылезла. До сих пор. Видите, какая я красная прям. Наскрабировалась от души. Слушайте. Он крутой. Он крутецкий. Так, и будет щипать. Это во-первых. Во-вторых, точнее. И в-третьих, соляной скраб. Что такое соль вообще? Приложи соль к любому больному месту в виде компресса и от многих болезней она лечит. Мы все с вами это знаем. Очень многие болезни лечат. Солевые компрессы. Солевые мешочки делают. И тепленькие прикладывают. Солевые ванночки для ног при многих болезнях. И так далее. Для рук и все. Соль это вообще вещь велика. Она много что лечит. При правильном применении. Очень много чего. Поэтому я прям задержалась. Слушайте. Почему уж спинку так хорошо потер вообще? И хотелось оставить подольше на теле. Пять минут пятнадцать у меня маска уже на лице. Вот это точно. Соль от многих болезней. И она очищает лучше. Вот кожа чистая до скрипа. После сахарных скрабов немного не то ощущение. Здесь она чистая до скрипа. Очень гладкая. И вот, ну вы знаете, я бы сказала, не требует увлажнения. Моя кожа не требует. То есть она гладкая. Нигде никакой сухости. Ничего нет. Все отлично. Много, очень много, просто безумно много частичек. И они, они царапают. Я люблю такой уход. Но если он показался вам агрессивным, или вообще у вас есть скраб, который вы считаете агрессивным, добавьте сюда крем для лица, который не подошел вам и лежит, не знаете куда деть. Крем для тела, гель для душа. Пожалуйста. И сделайте из этого скраба себе бумбу. И тогда он будет гораздо мягче, деликатнее. Вот сколько я истратила. Но я прям вошла во вкус. То есть мне здесь на 5 раз где-то. Но я сюда добавлю однозначно тоже. У меня есть кремы, которые мне не подошли. А почему нет скраб с питательным каким-то кремом потрясающим. И гель для душа. Еще раз введу, потому что он очень густой. Очень-очень. Все время добавляешь воды. Поэтому будет долгоиграющий. Мы еще его разбавим. Будет вообще огонь. Так, про скраб все. Давайте теперь смотреть, что смазка. Она не засохла. Она так и осталась. Ну, типа кремово-сливочного, взбитой такой. Местами уже подсыхает. Но, простите, прошло 15 минут. Написано 5-10. Можно еще помассировать. Но тут массировать нечего. Частичек никаких нет. Поэтому мы просто с вами будем с польжиком тоже с фикса, но не розовым, пока еще таким. Последний из запасов ее смывать. Посмотрим. Вот как смывается, чтобы вы знали. То есть, в принципе, нормально. Нормально смывается. Девочки, какой выбеливающий эффект. У меня весь мой автозакар смылся. Надо опять сегодня носить. Слушайте. Восторг. И поры сузились. Прямо знаете, по эффекту, что напоминает Фаберлик, маска с красным крестиком, эксперт, которая классно поры сужала, которые сняли с производства, прям очень напоминает. Вау. Они очистились. Они идеально чистые. Потому что давно я такой вот мощной артиллерии не встречала. лицо выбрелось. Все. Вообще. И даже пигментные пятна стали как будто светлее. Я прям шок, девчонки. Да они у меня... Видите? Цветут. Опять весной. Вот они. Мне кажется, они стали прям даже тоже светлее. У меня шок. Лицо хочется увлажнить. Оно как бы... Не скажу, что прям высохло. Но его хочется увлажнить. Есть легкая стянутость после такого продукта. Вообще кайф. Очень хорошо чистить лицо, девчонки. Очень хорошо. Как умывалку надо тоже попробовать. Как маска. Прям очень. Поры прям очищены, очищены. Вообще до нельзя. Лицо выбеленное. Обалдеть. Вот такое чудо можно тоже найти. Фикс. Спаси. Да, кстати, вот у них... Я очень много продуктов уже с вами тестировала. У них либо полный отстой, либо прям вот класс. Поэтому... Ну, у меня, по крайней мере, так. Среднего я ничего не находила. Либо вау, либо пан, либо пропалку. Вот. Так что я, слушайте, я буду пользоваться. Мне понравилось. На каждодневной основе не надо, наверное. Но даже парочку раз в неделю сейчас почисти. Так вообще здорово. Какую мулашку, конечно, тоже попробую. Классно. Мне очень понравилось. Прямо увидите, возьмите. Цена вопроса вообще не о чем. Рекомендейшн. Супер. Сейчас мы с вами увлажнимся. Стянута стесть. И почему-то, знаете, в этой зоне еще покалывание. Как будто я не маску сейчас смывала, а скрабировалась. Ох, как хорошо. Хорошо зашел. Ох, как хорошо. На руки вот. Руки пощипываю теперь после скраба для тела. Так, увлажнились. О, это уже лучше. Краснота немножко вот в этой зоне есть. Хотя мы с вами ничего не терли, да? Но только смывали. Очень хорошо почистилась. Так, что я еще делаю на ночь? На ночь мы еще с вами сывороточку нанесем. Сывороточку добиваем. Гиалуронка. Не гиалуронка. Гиалуронку очень люблю. Но пока бетипил добиваем, потому что осталось немножко. Скоро срок годности кончится. Тоже хорошая сыворотка. Очень такая неплохая. Так что, девчонки, прям советую. Напишите обязательно, если вы пробовали ваши отзывы тоже. И ночной кремушек гиалуронкой. Все, тут даже никакой массаж, уже ничего не нужно. Огонь, огонь. Только хочется опять автозагар нанести. Потому что лицо белое снова стало. Или так, походим немножко. Красота. Все, прям, девчонки, сегодня фикс прайс очень порадовал. Хотя я на него и жаловаться начала. Но вот скраб для тела. И вот эта штука для лица. Штука дрюка. Очень порадовали. Прям качественный уход у нас сегодня с вами получился за телом и за лицом. Супер. Ну все, мои сладкие. Сейчас я вам чек покажу. Я урок буду заканчивать. Люблю. Добыла сказать. Аромат на теле держится. Манго. И по всей квартире уже витает. Держится. Не сильно вооруженно, но держится. И прям очень приятненький. Класс. Вот все цены. Продолжение следует.